Добрый вечер, 18.00 в Украине на канале БТБ новости. Сегодня президент Украины Петр Порошенко во время визита во Львовскую область передал около 100 единиц военной техники бойцам вооруженных сил Украины. Арсенал военнослужащих пополнился танками Т-64, самоходными гаубицами «Пион», бронемашинами «Крас», вертолетами Ми-8 и Ми-2, а также санитарными и инженерными автомобилями. По словам президента, таких испытаний, которые пережила Украина в этом году, не было со времен Второй мировой войны, поэтому он подчеркнул важность дальнейшего финансирования и развития военно-промышленного комплекса для обороноспособности нашей страны. С тени быть. В следующем году Украина начинает строительство государственной границы между Украиной и Россией. Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Яценюк на итоговой пресс-конференции. По его словам, на проект предусмотрено 300 миллионов гривен. Треть этой суммы правительство уже выделило. Возведение стены необходимо, подчеркнул глава правительства, чтобы на территорию Украины не попадало оружие, наркотики, незаконные мигранты и российские террористы. В целях обеспечения безопасности временно сегодня прекращено движение через 16 из 65 существующих пунктов пропуска государственной российско-украинской границы. За последние сутки трое украинских военных погибли, один получил ранение. Об этом сообщает в штабе АТО. Боевики проводят передислокацию и накапливают силы в районе Счастья. К селу Старая Дар террористы перебрасывают ствольную артиллерию и танки. Вблизи Песок боевики атаковали опорный пункт украинских военных. Нападение отражено, террористы понесли тяжелые потери. Из-за обстрелов боевиков на Донеччине произошел взрыв подстанции Пушкина. Без энергоснабжения остались город Снежное и прилегающие к нему поселки. Украинские спецслужбы продолжают обезвреживать диверсантов и предупреждать теракты. Вчера, благодаря бдительности правоохранителей Одессы, был предотвращен террористический акт. Милиционеры полка патрульной службы обнаружили подозрительный автомобиль недалеко от офиса волонтерской организации. Из микроавтобуса был изъят целый арсенал боеприпасов. Шесть боевых гранат Ф-1, пять гранат РГД, более 430 патронов калибра 7,62 и 5,45, 30-мм бронебойный снаряд, два крупнокалиберных патрона 14,5 мм. Кроме этого, в автомобиле злоумышленников находился беспилотный летательный аппарат. Тем временем, боевики так называемой ДНР продолжают мародерствовать в районах Донецка. Дома, оставленные жителями, грабят, и между боевиками возникают конфликты с перестрелками. Как сообщают в группе информационное сопротивление, так называемая военная полиция ДНР также мародерствует. В последнее время в грабежах активно участвуют и российские наемники. В Снежном, назначенный руководством террористов, мэр пообещал расстреливать на городской площади грабителей и людей, причастных к разворовыванию гум-помощи из России. Протокол намерения о полном прекращении огня на Донбассе будет подписан в ближайшее время. Об этом договорились представители ОБСЕ, Украины, России и так называемая ДНР во время встречи в Донецке. Об этом сообщил исполняющий обязанности спикера Генштаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев. Во время встречи стороны рассмотрели вопросы, связанные с выполнением минских договоренностей. Особое внимание уделили недопущению введения огня и применению тяжелого вооружения, а также прекращению перестрелок в районе Донецкого аэропорта и Песков. По результатам мероприятия установлено взаимодействие на уровне общего координационного центра, а также штаба вооруженных формирований, находящихся на территории, временно неподконтрольной вооруженным силам Украины. Ожидается, что по результатам рабочей встречи в ближайшее время будет оформлен протокол намерений о полном прекращении огня. ОБСЕ передала украинским спасателям 50 бронежилетов и 60 защитных шлемов. Вскоре они еще получат 5 портативных компьютеров с программным обеспечением, которые помогут внедрить систему управления информацией в противоминной деятельности. Уже в ближайшее время оборудование будет передано пиротехническим группам, работающим в зоне АТО. Это оборудование сразу же направят туда, где оно нужнее более всего. Особенно эти компьютеры. Сейчас они пойдут на пиротехнические расчеты, на те пиротехнические группы, которые непосредственно занимаются работой по очищению освобожденной территории, о которой я уже говорил. Я хочу высказать надежду на то, что снаряжение и оборудование, которое передается сегодня украинским спасателям, послужит ценным подспорьем в их деятельности по защите населения страны от звероопасных предметов. Буржуйки, новогодние елки и домашние продукты. Такие подарки к новогодним праздникам волонтеры Черниговщины отвезли в Волноваху бойцам 41-го батальона территориальной обороны. Помощь собрали жители небольшого городка Бобровица. Присоединилась к ним и местная самооборона. Вместе с елками и буржуйками бойцам передали около десятка самодельных печей, медикаменты, зимнюю одежду, маскировочную сетку и рисунки от школьников. Командирам спасибо, людям спасибо, которые нас оберегают, помнят о нас, молятся за нас. Я говорю так, как оно есть. Если бы не вы, не люди, не волонтеры, мы бы не знали нашей счастливой судьбы, не были бы в тепле, в добре, не ходили в теплых вещах. Спасибо вам и низкий вам поклон. Слава Украине! Слава Украине! Железная Арня обещает, что оккупированный Крым непременно вернется в состав Украины. Всемирная акция в поддержку украинской летчицы Надежды Савченко предположительно пройдет 26 января. Об этом в своем твиттере написал адвокат Марк Фегин. Он призвал украинские общины и других сочувствующих быть готовыми к участию в акции солидарности с Надеждой Савченко. 26 января день начала сессии ПАСЭ, на которой должны присутствовать делегаты от Украины Савченко, отметил адвокат. По его словам, люди от США до Австралии, от Аргентины до Канады должны скоординировать усилия и выйти с акциями в поддержку освобождения Надежды Савченко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если это водка, виски, коньяк, доза до 45 мл. Если это вино, от 150 до 200 мл. Если это пиво, то 300-350 мл. Это одна доза относительно безопасная. Более двух доз употреблять вообще опасно. И это норма для взрослых мужчин. Для женщин норма вдвое меньше. А для женок эта доза вдвое меньше. Нью-Йорк полностью готов к встрече Нового года на Таймсквер, где проходят главные торжества. Провели репетицию праздничного концерта. Организаторы протестировали новую систему выброса конфетти. Она сработала на отлично. Тысячи цветных бумажек в воздухе очень порадовали прохожих. В этом году конфетти в новогоднюю ночь будет запускать «Аладдин». Вернее, актеры, играющие в этом новом бродвейском мюзикле. Организаторы красочного действия на Таймсквер приоткрыли завесу таймы. В новогоднюю ночь в воздух взлетит почти тонна конфетти. Ожидается, что на главную площадь Нью-Йорка придет более миллиона человек. Россия готовится к революции. Власти частично перекрыли станцию московского метрополитена, Охотный ряд, а также Манежную площадь. Российскую столицу патрулируют сотни полицейских. Все из-за приговора братьям Навальным. В канун Нового года московский суд приговорил лидера оппозиции Алексея Навального к условному сроку, его брата Олега, к реальным трем с половиной годам. После этого Алексей Навальный сообщил в своем Твиттере, что решил нарушить условия домашнего ареста и едет в центр города на метро. Ранее мэрия Москвы предостерегла сторонников Навального от проведения санкционированных акций, отметив, что они будут пресекаться правоохранительными органами. Фейсбук и Твиттер принял решение отказаться от блокировок страниц сторонников Навального. Обе социальные сети готовы к полной блокировке на территории России. Сторонники оппозиции также ввели новый кэштег «Революция Оливье». Спасибо, что вы с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова